Уважаемые коллеги, если в отношении кардиотоксичности противоопухолевой лекарственной терапии могут быть вопросы, она не обязательно совершенно будет кардиотоксичной, то есть в какой степени ее можно предсказывать, в каждом определенном случае, в большой степени она не может быть предсказана. И в ситуации с каждым больным, так сказать, мы знаем, что в определенном проценте случаев возможно развитие поражения сердца, то в отношении лучевой терапии и ее повреждающего влияния на сердце, если сердце попадает в зону лучевого воздействия, в общем, никаких сомнений нет. И по сей день в том числе, хотя сейчас мы живем с вами в эпоху, так называемой уже довольно давно, в эпоху новой лучевой терапии, которая значительно более прецизионна, которая в большей степени влияет на опухоль и в меньшей степени поражает окружающие здоровые ткани, значит, вся эта наша комформная из новых источников протонная и так далее лучевая терапия, значит, она, конечно, значительно более щадящая для сердечно-сосудистой системы, тем не менее полностью избежать осложнений мы не можем. Ну и кроме того, еще имеет большое значение, что сегодня мы имеем дело в том числе и в первую очередь с пациентами, которые имеют осложнение лучевой терапии старой, поскольку осложнение лучевой терапии, значимое осложнение лучевой терапии и наиболее приводящее к прогностически неблагоприятным последствиям, это очень отдаленные осложнения. Один из побочных эффектов того, что эти осложнения очень отдаленные, это то, что изучение этих осложнений отстает, в общем, от изучения кардиотоксичности противопухолевого лекарственного лечения. Это в доказательной медицине никакой нет, это в основном описательная медицина, отдельные случаи. Не всегда мы уверены, что это именно лучевая терапия, и доктора обычно спрашивают, а вы уверены, что вот этот инфаркт миокарда не просто от того, что у человека атеросклероз, а вот именно от того, что лучевая терапия здесь подействовала. Нет, лучевая терапия – один из факторов риска, тем не менее ее воздействие на все структуры сердца, в общем, сейчас сомнений никакому не подлежит. Вот посмотрите, пожалуйста, это одно из первых, это 90-е годы, и одно из самых первых системных, систематических исследований влияния лучевой терапии на сердечно-сосудистую выживаемость у пациентов, которые получали этот вид лечения. Пациенты с злокачественным новообразованием молочной железы, которых рандомизировали на просто хирургическое лечение и хирургическое лечение плюс лучевая терапия. Посмотрите, пожалуйста, какая между ними колоссальная разница в отношении прогноза сердечно-сосудистого. Увы, вся та польза, которая была получена с точки зрения онкологического прогноза за счет лучевой терапии, совершенно нивелировалась тем, что колоссальным образом возрастала смертность от инфаркта миокарда, ну и вообще число инфарктов миокарда, при том, что это женщины достаточно молодого возраста, вы понимаете, там одевантная лучевая терапия, это достаточно хороший онкологический прогноз, это достаточно длительная ожидаемая продолжительность жизни, и вот мы получаем сокращение этой продолжительности жизни совсем за счет другого, за счет того, чего не ожидали, за счет инфаркта миокарда. Ну, наиболее актуальна вообще эта тема лучевых осложнений, естественно, для тех пациентов, во-первых, которых лечат, которые получают таракальную лучевую терапию, это молочная железа в первую очередь, и таких пациентов огромное количество, и лимфомы, и в первую очередь опять-таки лимфомы Ходжкина, с поражением внутригрудных, шейных, в общем, лимфоузлов выше диафрагмы. Конечно, рак пищевода, рак кардиального отдела желудка, рак легкого, тимомы, другие лимфомы помимо болезни Ходжкина, но почему именно вот эти пациенты? Во-первых, их больше всего, молочной железы очень много, и лимфомы Ходжкина самые распространенные из всех лимфом. Второе и не менее важное, то, что это относительно молодые пациенты, и самое главное, что это относительно молодые пациенты с хорошим прогнозом онкологическим. Значит, это люди, которые излечиваются от онкологического заболевания, и которые могут жить долго и успевают дожить до этих самых сердечно-сосудистых осложнений в большой степени, потому что большинство осложнений очень отдаленные. Ну и вот давайте посмотрим, так сказать, это действительно в большой степени результаты анализа, вот, так сказать, старой лучевой терапии, той, которая была 20 лет назад и так далее. Но посмотрите, пожалуйста, во сколько раз, в первую очередь, при лимфомах, потому что там, конечно, сердце попадает значительно больше, чем при лучевой терапии левой молочной железы, значит, во сколько раз возрастает частота всех сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сердечной смерти, еще тут сюда надо добавить хронической сердечной недостаточности и так далее, или вообще любых сердечно-сосудистых осложнений. Неудивительно. Вот это вот мантиевидная схема полеоблучения, мантиевидное полеоблучение при поражении лимфоузлов выше диафрагмы. Значит, посмотрите, пожалуйста, что туда попадает. Сейчас мантию, ну, не должны, по идее, делать. И вообще последние там десятилетия, в том числе и мантиевидные эти самые схемы, они все-таки там с дарзальным усилением и так далее, которые в меньшей степени затрагивают сердце, но избежать этого невозможно. Вот мантия, которая, так сказать, классическое облучение, значит, посмотрите, что туда попадает. Вот все, что не заштриховано. Заштриховано – это экранированные отделы легких. В остальном сердце в большой степени попадает, причем все структуры сердца, включая коронарные артерии, миокард, перикард, эндокард, клапанный эндокард, проводящие пути, крупные сосуды, вы видите, сосновные стволы, крупные сосуды, кровоснабжающие головной мозг, подключичные артерии в связи с облучением лимфоузлов соответствующей зоны. И по частоте осложнений тоже вы могли убедиться. В том, что где-то, ну, считается, что через 30 лет более чем у 40% пациентов есть сердечно-сосудистые осложнения, а бессимптомное поражение сердечно-сосудистой системы насчитывают в 88% случаев. Я должна сказать, что наши данные показывают, что у субклинических, так сказать, малосимптомных пациентов более чем через 5 лет после лучевой терапии по поводу болезни Ходжкина с поражением внутриградных лимфоузлов, и в большой группе из 90 пациентов мы не увидели никаких в том числе субклинических изменений сердца на эхокардиографии у одного пациента. У всех остальных хотя бы что-то было. Причем это молодые люди. Если их облучали в 10-летнем возрасте, вы понимаете, что через 20 лет этому человеку всего 30 лет, когда он еще не должен этим ничем болеть. Значит, механизм развития поражения – это механизм развития хронического фиброза. Причем фиброз развивается очень быстро. От воздействия аннизирующей радиации проходит не так уж много времени, вы видите, до развития уже хронического фиброза, который необратим. Мы не можем сегодня с вами повлиять на хронический фиброз. Поэтому попытки лечить этих больных до сих пор встречаются. Когда появляется клиника, их начинают лечить противовоспалительными препаратами периодически, гормонами, еще чем-то. Когда появилась клиника, это уже фиброз. Тут никакие попытки противовоспалительной терапии не оправданы. Они только могут нанести вред. В основном поражается, то есть механизм основной – это поражение эндотелия капилляров. И дальше уже, так сказать, запускаются, участвуют провоспалительные цитокины, воспалительные клетки. Но этот этап воспаления, на самом деле, или он не очень длительный, тут, как правило, мы попасть не можем. И поэтому вопросы профилактики, на самом деле, которые требуют многоцентровых исследований с назначением того или иного метода профилактики и затем с последующим наблюдением, при рандомизации, мы понимаем, что в данном случае обсуждать эти вопросы, вот таких исследований, значительно сложнее, чем в случае с воздействием лекарственной терапии. Поскольку проспективное наблюдение должно быть у этих пациентов 10 лет, 20 лет, 30 лет, вы понимаете, да, всю сложность исследований, которые планируются на такие сроки. Спектр сердечно-сосудистых осложнений, ну вот любое, назовите, любую назовите сердечно-сосудистую болезнь, назовите любое поражение сердца, и вы найдете эти поражения в числе изменений, которые провоцируют и которые усугубляют лучевая терапия. Значит, ну, помимо этого, это основные, так сказать, изученные конечные точки. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Ну, во-первых, мы четко видим, что по мере увеличения времени, прошедшего с момента диагноза онкологического заболевания и лечения от него, чем больше прошло лет, тем больше частота этих заболеваний. Вы видите, к 30 годам она как возрастает. Первые годы, вот первые буквально там 5 лет, еще ничего нет, да, после где-то 5-10 лет уже появляются клинически значимые поражения сердца. Еще очень важная вещь, которая тоже отражена на этом слайде, значит, лучевые поражения сердца дозозависимы. И вот эта доза, значит, 30 грей и больше, о которой сегодня уже говорили, здесь очень хорошо видно, что пациенты, у которых 35 грей и больше на очаг, поскольку раньше считалась очаговая доза, и невозможно было посчитать конкретную дозу, полученную, например, коронарными артериями. Сейчас мы знаем, что на каждый один грей, полученной коронарной артерией, вероятность развития инфаркта миокарда и ишемических осложнений возрастает на 7%. Примерно такие соотношения. Это уже при новой лучевой терапии, при возможности, при конформной лучевой терапии, посчитать дозу, полученную каждой структурой. И буквально, так сказать, несколько слов о каждом из осложнений, потому что обычно у больных комбинированное поражение, тем не менее, может превалировать поражение той или иной структуры, и подходы к лечению от этого зависят. Лучевой перикардит – это наиболее знакомое онкологам, наиболее знакомое, естественно, лучевым терапевтам сердечно-сосудистые осложнения, потому что острый лучевой перикардит – это рано, это либо во время, как правило, непосредственно после или в ранние первые месяцы после лучевой терапии, и иногда онкологи успевают это увидеть. Если большой выпад и если боли, то больной к ним же приходит с жалобами, поэтому, так сказать, это патология, знакомая в основном онкологам. Таких перикардитов в связи, опять-таки, с новыми методами лучевой терапии в эпоху новой лучевой терапии становится все меньше и меньше, и перикардит перестал быть самым частым осложнением лучевой терапии, кардиоваскулярным. Значит, вы видите распространенность где-то до 5%. Клиника, обыкновенная клиническая картина перикардита, либо бессимптомные выпады, причем очень подолгу они могут существовать. Во многих случаях самоизлечение происходит, но, во всяком случае, у больного заканчивается клиническая картина, он не жалуется, а сколько времени у него может персистировать выпад, особенно если этот выпад не очень большой, на самом деле никто не знает, потому что этих больных никто не наблюдает, они только приходят уже к нам с тампонадой. Потом, через много-много лет, и мы не знаем связи вот этого хронического перикардита с тем острым, который был у больного в начале заболевания. Если есть необходимость лечить, то применяются стандартные подходы к лечению любого острого перикардита. Это в первую очередь не гормоны, а не стероидные противовоспалительные препараты, а лучше НПВС в сочетании с колхицином, который существенно снижает вероятность рецидивирования перикардита в последующие сроки. Ну, бывает необходимость назначить и глюкокортикоиды тоже. Отдаленный лучевой перикардит в отдаленные сроки, хронический, так сказать, лучевой перикардит, это хронические выпады, причем существующие много-много-много лет. Больной обычно приходит там лет через 10 или через 20, ну, с клиникой, да, сколько, и мы уже видим там большие достаточно объемы этой самой жидкости, которая до этого могла существовать бессимптомно, бесконечное совершенно время, и количество таких перикардитов, вы видите, очень существенно снизилось за счет именно новых методов лучевой терапии. Значит, есть особенности некоторые, поскольку это фиброз, это не только выпад, это достаточно часто констрикция, и часто констрикция в сочетании с выпадом, и у таких больных даже очень небольшое количество выпада, вот в сочетании с фиброзными изменениями перикарда, может сопровождаться клиникой подострой тампонадой сердца, в связи с тем, что перикард совершенно нерастяжимый. Ну и еще одно «но», конечно, так сказать, очень неприятная особенность этих перикардитов, да, тут уже противовоспалительная терапия, как правило, не помогает, хотя имеет смысл хотя бы попытаться больного вот таким образом полечить, но здесь на первое место уже могут выходить хирургические или такие полухирургические инвазивные методы лечения хронических перикардитов, они тоже известны, там фенестрация и так далее, но и перикардоктомия в данном случае – это крайне нежелательный метод лечения, потому что смертность при перикардоктомии переоперационная при этих констриктивных перикардитов достигает 20%, в отличие от 5-6 при другой этиологии констриктивного перикардита, поэтому приходится очень хорошо подумать, прежде чем идти на эту самую перикардоктомию, мы можем сократить таким образом жизнь больному, потому что там всегда есть сопутствующее поражение миокарда. И еще одна особенность, так сказать, для практической жизни – диагноз лучевого перикардита всегда должен быть диагнозом исключения. Мы обязаны исключить опухолевый перикардит, поскольку вторая опухоль повторная, особенно вот там мезотелиомы, и не только мезотелиомы, повторные опухоли молочной железы, вообще опухоль другой локализации у этих пациентов, но, к сожалению, частота их существенно повышена, и вероятность опухоли у перикардита всегда, так сказать, первая, которая нам должна приходить в голову. Помимо этого, у этих больных никто не гарантировал от перикардитов другой этиологии – туберкулезных, вирусных и так далее. Поэтому вот если мы уже этого ничего не нашли, тогда мы, значит, расписываемся в том, что это вероятнее всего лучевой перикардит. Ну и, кстати, не всегда бываем правы, вот только что у нас, так сказать, вот такая ситуация, и когда больная нам не ответила длительный срок после лучевой терапии по поводу рака молочной железы, пациентка обратилась к клиникой, выраженной сердечно-сосудистой, уже такой, с сердечной недостаточностью, мы не смогли пунктировать ее перикард, там было, ну, локализация жидкости не позволяла, и попытались ее полечить противовоспалительно, через полтора месяца противовоспалительной терапии, она набрала на нам достаточное уже для пункции количество, и при пункции перикарда мы получили клетки с выраженными признаками АТП, и сейчас занимаемся, так сказать, выяснением, что же это такое. Вот, так что, так сказать, здесь всегда остается вот это «но». Поражения клапанов тоже хорошо на самом деле известны, в основном с ними сталкиваются кардиохирурги по понятным причинам, потому что эти пациенты приходят с значимыми поражениями клапанов уже на протезировании, как правило, клапанов. Время, которое проходит до клинически значимого поражения клапанов, в среднем составляет 22 года. По нашим данным, опять-таки, у малосимптомных пациентов значимые поражения клапанов на уровне их кардиографии, но еще без симптомов, так сказать, начинают появляться где-то через 8 лет после лечения. Приблизительно 8,5 лет в среднем у нас получилось. Значит, это опять-таки фиброз, кальциноз, причем кальцинозы эти по локализации отличаются от тех кальцинозов, которые мы видим при ревматических пороках сердца. Вы видите здесь краевые кальцинозы артального клапана. Чаще всего страдает артальный клапан, клинически значимо, и самая частая ситуация, с которой обращаются к кардиохирургам у этих пациентов, это артальные стенозы. Значит, и здесь у нас, так сказать, есть, слава богу, катетерные методы лечения этих пациентов, потому что здесь, как правило, коморбидная патология, не только клапан, но еще обязательно миокард, перикард, коронарная артерия и так далее, поэтому сопутствующее поражение легких и других органов, поэтому у этих пациентов очень актуальна, естественно, транскатетерная имплантация артального клапана. Значит, возможностей ее все больше и больше в нашей стране. И вы видите, что даже вот в рандомизированное исследование эффективности именно катетерного вмешательства при ретроспективном анализе выяснилось, что 5% из тех пациентов, которые входили в эти исследования, оказались пациентами с лучевой терапией в анамнезе. Так что у них тоже хорошие результаты, но мы не знаем отдаленных результатов, к сожалению. Мы можем говорить о непосредственных результатах, а практика, к сожалению, показывает, что отдаленные результаты у них не очень хорошие, особенно при операции на открытом сердце, потому что миокард там, как правило, ужасающий. Это не миокард, то, что мы видим, вот если берем биопсию. Ну и радиационно-индуцированная кардиомиопатия. Вообще вот все эти болезни сердца, радиационно-индуцированные, они называются РИБС, значит, радиационно-индуцированные болезни сердца или РИЗОС, радиационно-индуцированные заболевания сердца. И наименее изученным, надо сказать, и наиболее прогностически неблагоприятным вариантом является радиационно-индуцированная кардиомиопатия. Вы видите, с какой частотой она развивается в течение 40 лет. Опять-таки, для молодого человека 40 лет ему и может быть только всего-за всего 46 лет к моменту развития этого состояния. Это диффузный фиброз в первую очередь с развитием диастолической дисфункции, а впоследствии уже и систолической, и с развитием настоящей такой, вот это, если мы хотим представить себе модель рестриктивной кардиомиопатии, то это модель рестриктивной кардиомиопатии с малым сердечным выбросом, с абсолютной неэффективностью стандартной терапии сердечной недостаточности, с крайне плохой ее переносимостью, с низким давлением, с нарушениями ритма и проводимости. Видите, вы видите, здесь этот молодой человек у нас с лимфомой Ходжкина, у которого его случевые осложнения начались сначала со спонтанных пневмотораксов, потом в связи с облучением ниже диафрагмы, с развитием полномасштабного синдрома Лериша, он еще и курильщик, они же никто не бросают курить. Затем появлением уже признаков сердечной недостаточности, потом приступа Морганье и Эдемсостокса, и неоднократная имплантация кардиостимулятора. Еще сложности бывают с имплантацией кардиостимулятора, поскольку миокард, в который это надо ввинчивать, он не совсем такой, часто дислокация электрода и так далее. К сожалению, в данном случае он прожил достаточно долго, вот с этим уже совсем, но и умер он у нас от второй опухоли, низкодифференцированная кишечника, причем после того, как его стентировали ему мезентериальные артерии, поскольку у него была тяжелейшая брюшная жаба. Так что это вот такие комбинированные пациенты, которые нуждаются постоянно в специалистах разного профиля. Особенности радиационно индуцированной кардиомиопатии – это вот такая выраженная рестрикция на уже, так сказать, продвинутых стадиях. При этом диагностировать ее бывает крайне сложно. Эти больные приходят совершенно недиагностированные, потому что доктора не понимают, почему у них сердечная недостаточность, они же ее видят, особенно вот право-желудочковая, с отеками и так далее. При этом на рентгене сердце небольшое, на эхокардиографии сердце не увеличено, полости не увеличены и даже не увеличено левое предсердие бывает у этих пациентов. При высоком, можете себе представить, какое там давление внутри сердечное, и какие они застойные. И может быть умеренно сниженная фракция выброса, в основном в следствии, так сказать, еще и химиотерапии, которую они получали, поэтому с диагностикой бывает достаточно сложно. Обязательно имеет, конечно, значение еще один фактор. То есть это на самом деле мультифакторное тоже, как и всегда, состояние. Имеет большое значение доза, имеет большое значение, была ли химиотерапия в первую очередь антрациклинами или нет. Потому что, вы видите, сразу вдвое повышается при сопутствующей терапии антрациклинами. Ну, а Ходжкина или молочная железа, там очень часто антрациклины, поэтому это комбинированное поражение. Значит, у этих больных нет компенсаторного ремоделирования, поэтому объемы, вот я об этом уже говорила, небольшие. Малый синдром малого выброса. Тахикардия у них является компенсаторной, ее не надо убирать, вы можете получить обострение на урежающей терапии, даже не обязательно, если это бета-адреноблокаторы. Препараты для лечения сердечной недостаточности, те же ингибиторы и бета-блокаторы, плохо переносятся в связи с низким давлением, опять же, с низким выбросом. Длиться может, на самом деле, в умеренном каком-то таком состоянии, достаточно долго. Это прогрессирует, к счастью, достаточно долго. Но симптоматическая терапия бывает необходима, диуретики, но с большой, так сказать, осторожностью, и это тоже надо делать. Ну и, наконец, ишемическая болезнь сердца, потому что это поражение артерии, лучевые, это ишемическая болезнь сердца в конечном итоге. Это не коронариид, это атеросклероз. И морфологические исследования показывают, что это атеросклероз. Другой вопрос, что атеросклероз – болезнь воспалительная, и в данном случае вот эта промоция атеросклероза воспалительным повреждением исходна, она тоже не вызывает сомнений. Они болеют в молодом возрасте, часто латентно. Это денервированные больные, которые не чувствуют свою ишемию достаточно длительное время. Ишемические события происходят раньше, чем другие, например, если уже человек поражены коронарной артерией, то он раньше ими заболеет, чем, скажем, клапанными значимыми поражениями. Поэтому это бывает и в 20 лет, и в 30 лет и так далее. И морфологически в конечном итоге мы видим в этих артериях атеросклероз, хотя он менее липидный и более фиброзный, так в целом, если, так сказать, вот уже говорить о морфологии. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, пациент к 39 лет, опять лимфома Ходжкина, 22 года после лечения, и первые симптомы, ее первые проявления, у нее был в свое время перикардит, который мы вылечили, и поэтому к нам же она пришла, когда у нее возник первый приступ стенокардии. Это впервые возникшая стенокардия, и при впервые возникшей стенокардии мы видим, вы видите, субтотальный стеноз устья левой коронарной артерии, то есть то, от чего человеку обязательно полагается умереть, в общем. Слава богу, она отказалась от ЭКШ, она была стентирована, сейчас прошло тоже уже достаточно много лет, она придерживается терапии, молодец, так все хорошо. Значит, вот здесь как раз на авансцену выходит рак молочной железы, и лучевая терапия, в первую очередь идиуантная по поводу рака левой молочной железы. Сейчас современная лучевая терапия такого объема сердца при облучении молочной железы, левой или ложе после мастектомии, уже не вовлекает, практически не должно попадать туда сердце. Тем не менее, даже при современной терапии, посмотрите, пожалуйста, вы видите, да? Значит, вот заканчивается поле облучения, вот такие вот голубенькие линии, это вот здесь вот граница поля облучения. Ну, с каждой… Все люди разные, у всех по-разному устроена грудная клетка, молочная железа и так далее. У кого-то дальше при этом сердце оказывается, у кого-то ближе. Ну, вот в данном случае вот здесь прямо граница. И вроде мало сердца попадает, но попадают средние дистальные отделы передней межжелудочковой артерии. И вот, собственно, та самая частота более высокая ишемической болезни сердца у этих больных, при том, что вот сердечная недостаточность там и прочего у них бывает реже. Значит, ну, тут, так сказать, еще одна больная опять с лимфомой Ходжкина, молодая девушка, у которой опять-таки впервые возникшая стенокардия. Вы видите, вот она вышла на улицу, дошла, у нее заболела, классическая стенокардия была, она дошла до поликлиники, дошла до кабинета ЭКГ, и не надо было проводить никакого нагрузочного теста. У нее огибающая артерия, и здесь она тоже стентирована, причем через полгода у нее появились симптомы перемежающей хромоты в левой руке, и пришлось стентировать левую подключичную артерию. Типичные пациенты, больные с комбинированными поражениями. Это достаточно благоприятный пациент. Вы видите, молодой человек, 41 год, 20 лет после химиолучевой терапии, только три последние года у него одышка при значительных нагрузках, и он начал принимать, ему назначили уже фурсимид с вершпироном, поскольку выявили некоторое количество жидкости в перикарде. Жидкости в перикарде вы видите много, это хронический выпад вот такой вот, но без признаков тампонады, поэтому больного мы лечим консервативно, тут выпад этот видно хорошо. Но при этом у этого больного оказалось, что у него уже есть артальный стеноз, пока не требующий хирургического вмешательства, что у него бессимптомно перенесенная окклюзия передней межжелудочковой артерии, и что у него огромное количество в ассортименте нарушений ритма и проводимости, которые тоже, слава тебе Господи, пока не требуют никакого вмешательства, то есть больной пока на, так сказать, консервативной терапии. Помимо сердца, вот вы видели, что это комбинированное поражение, что осложняет несколько, в том числе и кардиологические подходы к этому больному, страдает также и аорта, вот здесь такая фарфоровая аорта, которая сейчас, к счастью, не часто встречается, полностью кальцинированная, и мамарные артерии, поэтому эти мамарные артерии, состояние мамарных артерий может сильно затруднять возможности коронарного шунтирования, не всегда мамарно-коронарное шунтирование возможно. У этих больных очень часто гипотериоз в связи с лучевой, причем он тоже очень поздно диагностируется, поскольку они с тахикардией живут, поэтому никто с тахикардией у них гипотериоза не ищет. Значит, сопутствующие поражения легких, ну тут я выбрала такого уж совсем, так сказать, нехорошего, но бывает хуже на самом деле, бывает значительно меньше, и вот этот легочный фиброз иногда бывает единственный, так сказать, признак, на основании которого мы догадываемся, что у больного в анамнезе была лучевая терапия, потому что они об этом не рассказывают. Они вообще этому не придают значения, они говорят, меня вылечили 150 лет назад, вообще какое-то имеет значение, когда спрашиваешь, а вас вообще, может быть, облучали? Да, но это не имеет никакого значения, потому что я здоров. Так что тут, ну и автономная дисфункция тоже имеет значение. Значит, современные перспективы, в первую очередь, вот перспективы профилактики, это в первую очередь дальнейшее совершенствование именно методов лучевой терапии, хотя полностью это все равно нам не удастся, так сказать, избежать осложнений. И плоды этого усовершенствования будут пожинать уже, я думаю, следующие поколения врачей, потому что должны пройти вот эти вот самые годы, чтобы было понятно. Но во всю, во всяком случае, в западных странах при лучевой терапии левой молочной железы уже нету такого, то есть раньше было так, левая молочная железа значительно больше ишемических событий, чем облучение правой молочной железы. На сегодняшний день разницы практически нет в связи с новыми методами экранирования и новыми методами терапии, вот в частности, например, это лучевая терапия на глубоком вдохе, когда включается источник только в момент, когда пациентка делает глубокий вдох, и сердце отодвигается легкими в глубину грудной клетки, оно не получает вообще ни одного ГРЭЯ, ничего. И можно надеяться на то, посмотрите, пожалуйста, что вот эти вот дозы, меньше 30 ГРЭЙ, они значительно меньше вызывают поражений. Доза меньше 30 ГРЭЙ дает нам примерно 5% к 40 годам поражения, в данном случае это в отношении клапанов. И где-то через 30 лет это 3% всего, всего в данном случае, значимых клапанных поражений через 30 лет, если доза меньше 30 ГРЭЙ. Сейчас дозы меньше 30 ГРЭЙ, и можно рассчитывать, что в основном больные будут вот такими, поскольку без всякой лучевой терапии, полтора процента, да, разница не очень большая на самом деле. Значит, очень большое имеют значение, еще раз я к этому должна возвратиться, огромное значение имеют стандартные факторы риска атеросклероза, в первую очередь с точки зрения развития постлучевой ишемической болезни сердца. Посмотрите, пожалуйста, во сколько раз возрастает вероятность развития ишемических событий у больных, если у них есть стандартные популяционные факторы риска атеросклероза, которые не были в свое время скоррегированы. Если они, так сказать, наоборот, физическая активность ровно так же, как при сердечно-сосудистых болезнях, препятствует развитию этих осложнений. Поэтому мы опять возвращаемся занудливо к тому, опять и опять, к тому, что первый врач, который лечит больного, онколог, лучевой терапевт, должен как раз, причем слушают онколога и лучевого терапевта, об этом сегодня уже говорили, значительно лучше, чем кардиолога. И идут по всем вопросам потом к онкологу и к лучевому терапевту. Но больному надо, с больным надо начинать вот эту профилактику, объяснить, что с ним будет. Не сказать ему, ты теперь здоров, до свидания. Значит, но объяснить пациенту, памятки давать, объяснять, какой он должен вести образ жизни. Значит, один еще клинический пример я пропустила, там, так сказать, он был менее благоприятный. И мы опять приходим с вами к вот этим вот к гайдлайнам, которые несколько более, ну, в разных вариантах, разных обществ, рекомендации по наблюдению пациентов, ну, в частности, вот, получавших лучевую терапию, вы уже сегодня видели в каких-то более общих вариантах. И мы опять видим, необходимо оценивать факторы риска, в том числе популяционные факторы риска. Необходимо оценивать сердечно-сосудистый риск до терапии. Необходимо затем наблюдать этих больных и скринировать после лучевой терапии, обязательно, начиная с пяти лет после лучевой терапии. Каждые, там, 10 лет, если ничего нету, если нет факторов риска. А если есть факторы риска, каждые пять лет. А уже если появилась какая-то патология, то это требует конкретного вмешательства в отношении уже конкретной патологии. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что наша совместная работа будет приводить больного все-таки туда, куда надо, к увеличению продолжительности его жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова